О Соединенных Штатах. США подтвердили, что передали Украине ракеты Атакамс снаряды в ограниченном количестве около 20 штук. Издание New York Times пишет, что одно из условий, поставленных украинцем, заключается в том, что Атакамс не могут быть использованы для атак по территории России. Давайте по пунктам тут расшифруем, тут многое что обсудить. Ну, во-первых, наконец-то, то, о чем мы с вами говорили, я не знаю, какое количество эфиров, когда уже, наконец, будут Атакамс, свершилось. Вопрос и у меня, и у зрителей. Почему в таком небольшом количестве такая тестовая партия, и ведь по официальным данным или по открытым данным у Соединенных Штатов около 4 тысяч таких ракет нам передали почему-то всего только 20. Да, я понимаю, что они дорогие, там называют разные цифры, около миллиона долларов за ракету в зависимости от модификации и больше, но и другие, другое вооружение стоит больших денег. Война вещь затратная, а человеческие жизни бесценны. Каждая ракета, которая нанесет удар по российским военным базам, военным целям, сбережет жизнь украинских солдат. Почему всего 20, давайте исходя с начала? Ну, мы точно не знаем сколько, если честно. Мы как-то с вами говорили, помните, партия шла через Марокко 40 ракет. Это летом была информация, мы с вами как-то проговаривали. То есть марокканская партия в 40 ракет, Марокко атакамсы не нужны. Через Марокко проходит довольно-таки серьезный трафик для наших вооруженных сил, того военного имущества, которое закупают или перекупают. И с Африки в том числе. В Африке тоже очень много советского старого военного вооружения, которое мы неплохо используем, и нам оно очень важно. Потому что у Марокко очень хорошие отношения с Соединенными Штатами, с нами в том числе, и они нам очень сильно помогают. Это все прекрасно знают. То есть здесь мы не инсайдерскую информацию выдаем, а информацию о 40 закупленных атакамсах в информационное поле как раз американцев. В свое время летом и выставляли тогда, когда возникла, по-моему, лишь шестая или пятая волна о вопросе передачи нам атакамсов. То есть тогда показали, что вот 40 ракет где-то будут передаваться в ближайшее время через Марокко. Я так думаю, партии у нас не 12, не 18, не 20. Я думаю, около 40 ракет, вот эти марокканские, скорее всего, они у нас и появились. Причем именно эти ракеты и говорили. То есть ракета М-39, 100-мильная ракета, кассетная, потому уже оттуда можно было видеть именно, что идут кассетники. Особенно после того, как нам передали кассетные боеприпасы 155 миллиметров. И как раз вопрос возник о передаче и этих ракет. Тем более ракеты произведены в прошлом тысячелетии, им где-то уже четверть века. И они неплохо себя показывают. То есть работают и работают на удивление довольно-таки серьезно. То есть вообще без никаких абсолютно проблем. Вот четверть века ракеты она нашла свою цель. Она была создана в свое время в Соединенных Штатах для уничтожения той же российской техники. И вот в конце концов она нашла свою цель уже с нашей помощью. Почему, допустим, так мало? Пока, по крайней мере, то, что мы знаем. Но это пробник однозначно. То есть дают сначала, это так всегда правильно происходит, дают сначала малую партию. Для чего? Если возникнут какие-то проблемы, неважно, с противобоствующей стороной и невозможностью использовать в полном объеме эту поставку, ее отстреливают, а вторую партию уже начинают регулировать. Ну, то есть надо обязательно обратная связь. Так было, если помните, со свитчблейдами. Когда-то трехсотые зашли, не смогли преодолеть рэп противника. И после этого было проведено определенное действие по улучшению этой системы. И мы получили шестисотые свитчблейды, уже абсолютно не реагирующие на рэп противника. Ну, то есть вот такая обратная связь. Поэтому получили первую партию. Но самое интересное, я думаю, это было все-таки не первые удары вчера. Неделя-полторы назад была информация, опять же, это в основном у россиян и у партизан. Была информация о том, что был нанесен удар севернее Джанкоя кассетными боеприпасами. Россияне тогда потеряли именно от кассетных боеприпасов по колонии. Не по колонии, а по расположению одной из частей россиян. Там в районе Джанкоя они располагаются. У них там перевалочная база. Был нанесен удар. И было очень много тогда двухсотых, трехсотых. Джанкоя весь был забит. Ими как раз вот посеченные вот этими боеприпасами. Скорее всего, это был все-таки первый залп именно тогда. Ну, мы потом, я думаю, узнаем об этом. Ну, официально подтвержденный был вчера. Сейчас определят определенные, сейчас определят некоторые особенности применения ракеты. Я думаю, следующие партии тоже должны быть уже более масштабные. Их, вот именно этих ракет у американцев не четыре тысячи. У них около 1600 было. Сейчас они произвели, по-моему, 1600 ракет. Осталось 1370 с чем-то ракет. И, в принципе, они нам их могут передать. Именно эти ракеты сейчас будут заменяться ракетами ПИРСМ. 500 штук, которые произведены. До конца года они станут на боевое дежурство. Это 500-километровые ракеты. Такого же примерно уровня, только 500 километров. Но их по две в блоке. Эта ракета одна в блоке. Это КАМС, это АПИРСМ по две в блоке, но с дальностью 500 километров. Там чуть другая боевая часть. И эти ракеты, в принципе, мы можем их получить, ну, как минимум, 500 ракет до конца года. То есть, вот, идет, сейчас будет идти замена одни на других. То есть, 500 на 500. Это все 500 ракет мы можем получить. Есть еще один момент, он больше политический, наверное. Иногда бывает, такую партию дают, и когда засвечивают ее удар, вот так, как сейчас. В это время могут предлагать, мягко так сказать, предлагать россиянам уйти с определенной территории. Или передадим 500 ракет, или передадим 1000 ракет. Это может быть такое давление на россиян, но иногда и сыграло. Потому что были такие моменты, связанные с передачей Хаймерсов, и были моменты, связанные с передачей других вооружений, когда они принимали решение на отход, особенно с правого берега Днепра. То есть, такие моменты и проводятся. Я думаю, сейчас будет такое политическое давление на россиян с предложением уйти с Херсонского-Запородского направлений. А если этого не сделают, то будет передана партия в сотни штук. И тогда просто Херсонское-Запородское направление, а оно все простреливается до Джанкоя, простреливается вся территория оккупированной Украины до Джанкоя. Южнее не получается. Но до Джанкоя можно достать и, в принципе, за тысячи ракет выжат практически все военные объекты россиян, которые они настроили за последние 10 лет на оккупированной территории и Северного Крыма, и Донбасса, и за полтора года на Херсонщине и Запорощине. То есть вот сейчас посмотрим, как будут реагировать российские войска. Есть такая возможность, что они примут решение отходить от Запорожского и Херсонского направлений. Вот те движения, которые сейчас происходят, они могут их воспринять как дальнейшее давление и принять решение на жест доброй воли. К этому они готовятся, постоянно готовятся. Почему? Потому что укрепляется опять Север Крыма, то есть вход в Крым с материковой Украины. И опять начали укреплять трассу вдоль трассы, линию обороны с Донецка до Мариуполя. Донецк, Волновах и Мариуполь. То есть пытаются откатиться на границу где-то так 24 числа. Но, по крайней мере, проигрывают такой сценарий, как самый худший для них на данной нойке. Роман Григорьевич, очень много вопросов от зрителей. Перед эфиром я собрал, анонсируя нашу встречу. И вот часть из них. Сможем ли мы когда-то уничтожать заводы оружия на территории России, потому как много месяцев прошло, а наших ракет так и не видно, один-два раза применяли, пишет зритель. Смотря какие ракеты. Мы, понятно, мы сейчас делаем Нептуны, не в больших количествах. Это модернизируем ракету Х-35, старую советскую, доводим до уровня 300 километров. Она стартова 150 километров. Ракета «Воздух-корабль». Если самолет-корабль, это такая основная ракета, сделали из нее, то есть довели до ума. Старт наземный. «Нептун» идет до 300 километров. И, в принципе, на базе «Нептуна» мы можем эти ракеты доводить, ну, в принципе, до 1000 километров возможно. То есть эту ракету, увеличивая определенное количество авиационного керосина, даже на том же двигателе, двигатель еще проработает несколько часов, то есть он дотянет ракету, допустим, до дальностей за 1000 километров. И вопрос, допустим, уже производства и постановки задачи на производство, это уже за нашим правительством. Ну, по крайней мере, в последнее время такие звучат, такие уверения о том, что эта ракета все-таки производится. Вопрос в количестве этих ракет. Дело в том, что для того, чтобы уничтожить завод ни одной, ни десяти ракет мало. Для того, чтобы уничтожить завод, надо сотни ракет. И тогда завод можно как-то вывести из строя полностью. Если это серьезный завод, типа там танкостроительных, располагающихся там в районе Урала, а это 2000 километров. И вот на европейской части территории России там несколько десятков заводов такого уровня, тяжелых заводов, которые производят технику, военную технику. Ну, и часть же есть за Уралом. А туда достать можно только баллистическими ракетами. А для этого надо их производить. Но это баллистические ракеты не в 500 километров даже, те, которые Гром-2. Это уже надо производить такие серьезные ракеты, которые могут идти там в 10 тысяч километров. Чуть ли не межконтинентальные ракеты, баллистические, тяжелые ракеты. Их мы можем производить. Но вряд ли в этих условиях войны, которые сейчас идут. То есть мы, наверное, все-таки баллистические ракеты дальние, пока не победим россиян, мы их не запустим. А вот малые ракеты, да, можем однозначно. Я думаю, мы выполним задачу там достать до Урала. Но опять, это все не в больших количествах. Это, можно сказать, комаринные укусы, как бы кто к этому ни относился. Но это так и есть. Допустим, для того, чтобы уничтожить заводы до Урала, достать до Урала, это надо запрашивать у наших партнеров «Томогавки». Вот они идут за 2000 километров. Это крылатая ракета. Кстати, на базе этой крылатой ракеты все российские ракеты построены. В свое время «Томогавки» достался один «Томогавк» к Советскому Союзу. Они, долго не думая, просто содрали с него все и произвели ракету крылатую. И вот на базе этой крылатой ракеты получили ракету 555-ю, 55-ю, 55-ю, а потом Х-101-ю. Это и «Калибр» примерно. Это вот такой слепок этого «Томогавка». Они примерно похожи. И вот «Томогавки» по большому счету могли бы, если опять же в достаточных количествах, там сотнях штук, они могли бы вопрос решить до Урала, по крайней мере, отминусовать российские военные заводы на определенное время до восстановления. Потому что любой завод, он же восстанавливается и по большому счету запускается заново. Вот у американцев вот такой пуск, есть одномоментный пуск сразу со всех носителей «Томогавка». Он рассчитан на несколько тысяч ракет одновременно. То есть сразу «Томогавки» уходят со всех носителей, уничтожая на дальность 2000 км всю инфраструктуру. Это причем уже все расписаны цели для этих «Томогавков» в России. То есть все эти военные заводы, они уже под, сказать, под контролем каждого «Томогавка». То есть для каждого завода есть свои несколько десятков «Томогавков». Они просто где-то кружат в районе России, но постоянно на той дальности, чтобы можно было достать в момент Че уничтожить военную инфраструктуру России и «Баронпром» в том числе. Если туда еще добавятся «Першинги», то есть там есть целый спектр ракет как раз для уничтожения россиян. Это все, так сказать, не ядерные боеголовки. Ну, они могут ядерные боеголовки нести, но основное это все-таки конвенциальное оружие, которое вот так может зачистить Россию. Они знают прекрасно. Военные России об этом знают очень хорошо. Потому если после уже атакамсов и самолетов мы начнем запрашивать в том числе и «Томогавки», поверьте, у россиян пыла поубавится. По крайней мере, потерять военные заводы, они же быстро, завод быстро построить невозможно. Восстановить его еще можно как-то, но построить практически невозможно, потому что надо строить сначала завод по производству станков, а потом только со станков собирать новый завод. И это значит как минимум два потока организовывать, а на это время уходит иногда десятилетие. Ну, вот «Томогавки» запомните, следующие за атакамсами «Томогавки». Ну, а за «Томогавками» может уже и «Пешины». Следующий вопрос от зрителя. Могли ли американцы не знать о нападении Хамаса на Израиль? Мое мнение, что они не знать не могли, пишет зритель. Ну, знали они точно. Дело в том, что Хамас готовится напасть на Израиль, не могли, когда идет подготовка неспециализированных сил, то не знать невозможно. Ну, что значит неспециализированных? Если, допустим, в закрытом режиме где-нибудь подразделение разведки к чему-то готовится, вот это еще можно как-то спрятать. Ну, это подразделение разведки. Там есть определенный ход секретности, протокол безопасности. То есть целый процесс, который закрывает подготовку, это подразделение, это не тысяча человек, не две тысячи человек, это подразделение, ну, рота. Там сто человек, это можно как-то закрыть. Если больше ста человек, закрыть невозможно подготовку. Потому подготовку больше тысячи человек Однозначно видели все службы и все разведки мира, которые как-то участвуют в этом процессе. Точно знали все три разведки Израиля о подготовке. Кстати, один за другим сейчас уже начинают признавать свое неучастие или как-то брать на себя вину. И те же масадовцы, но масадовцы это внешняя разведка, по большому счету это не их задача, так как Хамас все-таки внутри периметра контроля Израиля. Это внешняя разведка. То есть не Оман, это военная разведка. Уже руководитель Оман подтвердила свое, так сказать, знание свое. То есть они знали о том, что готовятся, только не смогли достучаться до командования. Я так понимаю, из тех слов, которые были сказаны руководителем Омана. Это типа нашего Гура, военная разведка. Шабак, это общая система безопасности. Также уже руководитель подтвердил, взял на себя ответственность, что там не был готов. Хотя это типа нашей службы безопасности, внутренней Шабак. Ну и масад это внешняя разведка, типа нашей службы внешней разведки. Все они прекрасно знали, больше скажу, и знали руководители Израиля о том, что готовилось и зачем пропустили. Ну это будут все у Нитаньяху спрашивать в свое время. А вот и однозначно знала американская разведка. ЦРУ знают все. Они иногда участвуют во всем. То есть откуда знают разведки в основном? Они участвуют в процессах. Это не значит, там сидит какая-то бабушка, божий одуванчик и кому-то что-то стучит. Это значит, в среде Хамаса находятся ЦРУшники, Омановцы, те же Цахаловцы и тот же Масад. Они прямо внутри Хамаса. Они там были. Ну это так работает разведка. Так никто никогда не признается об этом. Но именно так работает разведка. Они внедряют своих агентов в любое террористическое крыло или, допустим, радикальное крыло. Иногда даже провоцируя. То есть изнутри беря на себя определенные борозды правления. И вот так вот агенты работают. Но из-за этого знают все и вся. Потому разведка, то есть ЦРУ знала точно о готовящемся атаке. И я так понимаю, эти вопросы будут задаваться еще. Но в основном задаваться-то никому. Это же не будут задаваться Байдену или американцам. Вопросы будут задаваться не Таньяху. Вот он будет за все отвечать. Потому что руководитель государства отвечает за безопасность. Ему доносятся все разведданные. Разведка не может остановить, допустим, какое-то нападение или выполнить задачу армии как такой. А армию может включить только руководитель государства, который отвечает за включение армии. Вот почему не Таньяху не включил армию, зная, что будет нападение. Но это к нему вопрос. То есть я так понимаю, он понесет свою меру ответственности за... Как бы какие-то руководители разведки на себя не брали вину ответственности, вина конкретно лежит на не Таньяху. То есть это его непосредственная задача было включить ЦАХАЛ, вывести на линию границ и прикрыть гражданских. А так гражданских просто подставили под удар Камаса. Вопрос почему, вот это как раз вопрос у израильтян будет не Таньяху. Зачем он убил, вернее, позволил убить больше тысячи человек. Ну то есть этот вопрос, я не знаю, как он на него будет отвечать, но это его проблема, пусть сам решает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова